Прежде всего посмотрите на вот эти кадры. Никаких комментариев, кроме того, что хочется сказать. Руководитель отдела ЖКХ Даниэр Каратович крутой мужик. Надеюсь, дальше все будет еще лучше. Проект по улицам никуда не пропадает. Он будет у нас постоянно со временем трансформироваться и перерастать во что-то большее. Только в силу определенных причин, которые называются у нас зима, по улицам снимать становится практически невозможно. Ну а теперь приятного просмотра классический выпуск по улицам с очень актуальной темой. Я сегодня с вами поздороваюсь опять несколько раз. Ну, думаю, вам понравится. Поехали! Возможно, это будет первый выпуск, который соберет одинаковое количество как позитивных, так и негативных комментариев. Но эту тему пройти невозможно. Наш проект называется «По улицам». И по улицам, по сути, мы ходим с вами каждый день. А вот как называются наши улицы? А точнее, кто все эти люди, чьи именами названы? Так вот, мы решили копнуть эту тему и сразу, в самом начале обозначим. Недавно была такая новость о том, что город Рудный будет переименовывать в город Сарбай. Это все абсолютный фейк, не имеющий ничего общего с реальной жизнью. Этого не будет. Мы всю информацию проверили. Но и самый главный момент. Этот выпуск не про переименование. Этот выпуск про историю. Поэтому сразу обозначу мое мнение и мнение всей команды, которая работает над проектом «По улицам». Переименовывать улицы не является приоритетной задачей. В Рудном действительно есть другие проблемы. Но вот знать историю должен обязательно каждый. Тема для многих запретная, которая вызывает такой вполне естественный триггер. И я уже вижу огромное количество комментариев. Не трогайте все, что строилось в советское время. Сами стройте, как хотите, и называйте. Ну и мой самый любимый комментарий. Вы, молодежь, ни черта историю не знаете. Вот поэтому всякую чушню и несете. Так вот, сегодня мы сделаем первый шаг к тому, чтобы молодое поколение, да и не только молодое, знало историю своего города. И знало историю улиц, а именно людей. Поэтому пойдем со мной в школу. Всем привет! На улице очень холодно. Я еще не привык к тому, что наступила зима. Но мы готовим для вас новый выпуск. Вам понравится. Вот так вот на протяжении... ...одиннадцати лет я закрывал вот эту дверь. И потом по определенным улицам, будучи еще совсем-совсем ребенком, шел в школу, а затем в колледж. Да кто же этот товарищ Володарский? Я думаю, каждый задавался таким вопросом. Я, по крайней мере, в детстве задавался им постоянно. Так вот, эта личность, они могут рассказать только прям заядлые-заядлые историки. И на самом деле, это не настоящая фамилия, это псевдоним. По-настоящему этого человека звали Моисей Маркович Гольдштейн. Родился он на Украине в 1891-м. И в 1918-м году его убили. Так вот, что это был за человек? А биография у него очень интересная. В энциклопедиях написано, что сразу после Октябрьского переворота он в возрасте 27 лет занимает очень важную должность комиссара по печати. Это своеобразный министр информации на современный лад. Так вот, запомнился он просто невероятными репрессиями и практически ликвидировал всю свободную прессу на территории России. Именно он способствовал закрытию более 150 газет. И за свои варварские методы, как считают историки, и был убит своими же соратниками в 1918-м году. Впрочем, есть еще версия, что Володарский просто не поделился со своими соратниками, награбленным у буржуев ценностями, за что и был, скажем так, ликвидирован. И вот после 1918-го года более 4 тысяч улиц по мгновению просто одного приказа были названы на территории Советского Союза. То есть нам это название досталось просто в наследство. Как вы понимаете, человек был достаточно противоречивый, и никакой истории для нашего города здесь на самом деле нет. Знаете, на улице, капец, становится холодно, и ребята из Добро продают огромное количество курток по скидке. И на самом деле та куртка, которая на мне, я отобрал у них только... Так вот берешь, вот так вот, эти туда, оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вот так вот, вот так вот. Еее! Погнали. Изучая различные статьи и документы, у меня в голове прям визуализировалась эта картинка. Высокий, статный, уверенный, обладатель одной из двух самых высших для ученых наград своего времени. Молодой человек защищает свой доклад. На Соколовском 835 скважин общей длиной более 200 тысяч погонных метров, а содержание железной руды более 45%. А запасы магнетитовых руд на Сарыбайско-Соколовском месторождении более полутора миллиардов тонн. И залегают рудные тела на удобной глубине от 35 до 120 метров. И тут начинается. Его просят перепроверить данные. Первое время никто не верит. По понятным причинам, чтобы вы понимали, эти данные свидетельствовали о том, что запасы Соколовско-Сарыбайского месторождения в полтора раза превышают все, что нашли на территории Соединенных Штатов Америки. За эту работу он получает вторую высшую награду. Ленинскую премию. Со временем стало ясно, что Батичев Тарасов был одним из величайших геологов 20-го столетия. И многие успехи Казахстана связаны с тем, что огромное количество именно его учеников работало в нашей стране. Степан Дмитриевич Батичев Тарасов долгое время работал руководителем Кустанайского геолого-разведческого треста, который был специально создан для изучения минеральных богатств Тургайского прогиба. Давайте еще раз. Просто для закрепления. В определенный момент в городе Рудном работал один из самых лучших геологов за всю историю 20-го столетия. Знаете, эта история мне еще очень сильно понравилась тем, то, что прослеживается прям такая историческая ирония. Улица, которая названа именем величайшего геолога, постоянно находится в каких-то раскопках. По-моему, это достаточно ироничненько. Яков Михайлович Сверлов Профессиональный революционер Прожил он на год больше, чем Володарский и известен прежде всего тем, что он был наряду с Лениным одним из тех, кто делал революцию. Но на самом деле история штука такая. Проходит время, некоторые факты всплывают, некоторые исторические факты оказываются вымыслом. И что мы знаем на данный момент, что конкретно доказано? Это то, что Яков Михайлович Сверлов был одним из тех, кто стоял в основе красного террора. Если интересно, почитайте в Википедии. И тот факт, который мне показался достаточно любопытным. Опять же, история штука интересна. Я не буду вас заваливать разными цифрами, данными. Это вы все можете найти в интернете, если вам станет интересно. Мне просто показалось забавным, то, что Яков Михайлович Сверлов наряду с Лениным был одним из тех, кто принимал решение о том, что царскую семью необходимо расстрелять. Затем, по прошествии большого количества времени, расстрел царской семьи, и в принципе царская семья была признана великомучениками. И очень интересно, что именно на этой улице, в городе Руднов, находится религиозный объект. Достаточно иронично. На улице того, кто расстреливал царскую семью. Как вы видите, личность тоже достаточно неоднозначна. И насколько целесообразно называть улицей Сверлова объект в 2020 году, достаточно спорный вопрос. От себя хочется лишь сказать, то, что на территории той же России достаточно мало улиц Сверлова. Их переименовали еще несколько лет назад. Как вы видите, историю переписывает тот, кто находит зоу руля.